19 генный ключ. Путь чувствительности. Трансформационный путь 19 генного ключа пролегает от созависимости к жертвенности. И это путь чувствительности. Если мы идем в театр или смотрим хороший фильм, мы обычно полностью погружаемся в разыгрываемое шоу. Мы теряемся в этом представлении. Драма нас поглощает, и мы переживаем множество чувств, ожидания, беспокойства, страх или радость. И тем не менее, все это иллюзия. Это всего лишь игра. За кулисами театра можно найти режиссера, актеров, рабочих сцены. На съемочной площадке мы увидим камеры, микрофоны, множество людей и оборудование. Мы увидим самих актеров, возможно, в их обычной одежде, репетирующих свои роли со сценариями в руках. Так много людей и так много усилий, чтобы обмануть нас. Наша жизнь похожа на эту игру. Мы не видим, что происходит за кулисами. Мы не понимаем, что все уже срежиссировано заранее. Мы не осознаем, что на каждом из нас свой костюм. Мы не понимаем, что есть постановщики, сценаристы и сам сценарий. Иногда режиссер принимает спонтанное решение изменить сцену, и тогда все меняется. Все это большой спектакль, в котором мы проживаем те или иные фантазии. Причина, по которой мы так легко обманываемся, объясняется нашими привязанностями, нашей созависимостью. Мы бессознательно соглашаемся поддерживать иллюзии друг друга. Мы пришли на этот план, чтобы учиться. Это своего рода классная комната. В конце концов, нам придется научиться быть собой, а значит, придется отказаться от зависимости от своего окружения. Что происходит, когда мы умираем? Мы вдруг просыпаемся и вспоминаем, что все это было лишь пьесой. И мы можем оглянуться и посмотреть, как мы ее сыграли. В кино или театре мы видим то, чего не видят другие персонажи. Например, в шекспировском «Отелло» мы видим, как Яга плетет за спиной главного героя свою дьявольскую паутину. Но «Отелло» этого не видит и не осознает, как манипулирует его темной стороной. Та же история происходит и с нами. И, конечно же, есть силы, которые нам противостоят. Я говорю это не для того, чтобы вас напугать, а чтобы открыть ваши умы и сердца другим измерениям. Эти противостоящие нам силы населяют поле теневого сознания. И они стремятся к тому, чтобы мы исчерпали все наши жизненные ресурсы. Они, как вампиры, питаются нашими желаниями и потребностями. С другой стороны, есть ангелы и существа света, но они более почтительны и вмешиваются только тогда, когда это совершенно необходимо. Или же, когда призываются из глубин нашей сути. Вселенная изобилует различными жизненными формами. И все они здесь, рядом с нами. Мы же, увязшие в паутине драмы, этого не видим. Я описываю различные силы, наделяя их человеческими качествами. И для кого-то это может звучать, как наивная сказка. Если посмотреть на это с перспективы психологии, специалист мог бы сказать то же самое, но только своим языком. Я использую язык шамана, поскольку он более красочный, а также потому, что я чувствую в нем больше правды. Созависимость – это не просто слово из психологии, характеризующее наши отношения. За этим словом скрываются тонкие слои и уровни. Мы кормим другие формы жизни, а они питаются нашей энергией. Аура человека излучает широкий спектр излучений в разных частотных диапазонах. Например, когда мы принимаем галлюциногенные препараты или алкоголь, мы начинаем воспринимать другой диапазон частот. Когда мы ввязываемся в спор, мы также проникаем в другое измерение. Когда мы тихо сидим на берегу реки, мы входим в еще одно частотное царство. Существует масса миров, и все они заселены. Это театр геи. Так чему же это нас учит? Ну, во-первых, мы должны научиться ослаблять свою зависимость от окружения. Зависимость связана с нашими мыслеформами, со структурой наших убеждений и мнений. Она также связана с нашими эмоциональными паттернами и бессознательной верой в то, что мы либо жертвы, либо можем безнаказанно делать все, что угодно. Но избежать расплаты не удастся. Рано или поздно придется платить по счетам. То же самое происходит и с добрыми поступками. Добро рано или поздно вознаграждается. То есть справедливость встроена в сценарий, но мы не всегда способны связать причины и следствия, поскольку не видим целостной картины. Дилемма этой тени странная. Это ересь. Кто такой еретик? Тот, кто ломает шаблоны и разрушает статус-кво. Еретик выступает в одиночку, желая прорубить окно в клетке обусловленности и увидеть то, что лежит за ее пределами. Но это дилемма, потому что требуется смелость, чтобы подняться со своего насиженного места в портере и заглянуть за кулисы. Многие из нас считают себя еретиками. Нам нравится думать, что мы открыты неизведанному, но это лишь очередная иллюзия. Обычно мы очень ограничены своим мировоззрением и даже не осознаем этого. Необходима настоящая осознанность, чтобы увидеть паутину-паттерну, сплетенную вокруг нас нашей кармой. Некоторые из этих паутинок духовные и поэтому тончайшие, но сеть есть сеть, а значит, мы остаемся созависимыми. Только настоящий еретик способен порвать эту сеть. Он может придерживаться того или иного мировоззрения, но само мировоззрение рассматривается им как ограничивающее и, соответственно, ложное. Девятнадцатый генный ключ связан с инициацией, с открытием нашего ума и сердца другим сферам реальности. Наша жизнь идет в определенном направлении, но сценарий в любой момент может измениться. В этом созерцании девятнадцатого трансформационного пути я хочу показать вам глубину той иллюзии, в которой мы живем. Я надеюсь, что при достаточно глубоком созерцании внутри вас начнет расправлять плечи ваш внутренний еретик. Дар чувствительности. Я понимаю, что вышесказанное было не особо практичным. Одно дело сказать «да», мир, который мы видим, ограничен. А другое – понять, что с этим делать. Я бы хотел, чтобы сначала вы это осознали. Цель генных ключей заключается в том, чтобы как раз соединиться с этим миром. Шаман учит тому, что повседневная жизнь полноценна, и все измерения могут быть доступны нам прямо сейчас. Подумайте о том, что мы проживаем во время сна. Каждую ночь мы погружаемся в другой мир. Мы опускаемся в глубины подсознания. Границы времени и пространства смягчаются. Мы оказываемся в другом измерении, принося в него предыдущий день, а то, что происходит во сне, оказывает влияние на следующее. Это магия преемственности и непрерывности жизни. Дар чувствительности не следует путать со сверхчувствительностью, гиперчувствительностью или сентиментальностью. Чувствительность – это сила. Сверхчувствительность – это уже перебор. Это шаблон, импринтированный теневым частотным диапазоном. Но, будучи внимательными и терпеливыми, мы можем реимпринтировать любой из этих шаблонов. Девятнадцатый дар – исцеляющий. Он знает то, что ему нужно и не позволяет нам спалить себе дотла. Он знает секрет баланса, гармоничного синтеза собственных потребностей и потребностей тех, кто нас окружает. Чувствительность растет по мере нашего духовного развития. Знание того, что действительно необходимо, ослабляет наши привязки к внешней драме. Мы уже не тратим время на пустышки. Мы сосредотачиваемся на существенном. Мы становимся ближе к другим. Мы учимся на трудностях, вместо того, чтобы избегать их. Чувствительность делает нас более человечными, более адаптивными и более целостными. Мы учимся быть родителями для самих себя. Мы учимся просить поддержки, когда нам это нужно, и отпускать обиды. Наша чувствительность нас оживляет. Это наше воссоединение с человеческим родом. Наше возвращение в семью геи. Мы часто думаем о чувствительности как о проблеме и о том, что это качество может скорее навредить, нежели исцелить. Когда про кого-то говорят, что он слишком чувствителен, это может указывать на довольно эмоционального и даже взрывного человека. Но это не имеет ничего общего с даром чувствительности. Это дар внутренний. Он позволяет проникать в другие миры и не имеет ничего общего с внешним проявлением эмоций. Чувствительные люди отогревают наши замороженные сердца и ждут, когда мы откроемся. И если нам повезет, они могут поделиться с нами тем, что они видят и чувствуют. Оригинальное название 19-й гексограммы Вудзин – это подход. Простое и красивое слово. Чувствительные люди владеют этим искусством. Они умеют входить в контакт со всем сущим. Они не спешат. Они выдерживают нужный ритм. И они не позволяют другим спешить в этом сближении. Чувствительные не так много говорят. Потому что слова не могут передать тот объем информации, который предоставляет живая аура. Даже при взаимодействии с животными они знают, что весь секрет в правильном подходе. Они не форсируют. Они ждут, когда животное проникнется доверием и само пойдет на телесный контакт. Если у вас есть 19-й ключ, знайте, вы обладаете невероятным даром. Да, он может спать, но его можно разбудить. Исцелите себя, обучаясь новому подходу к жизни. Будьте с собой нежны. Или нежны. Будьте внимательными к своим настоящим потребностям. Вы должны позволить жизни напитать вас. И это ваша ответственность, а не чья-то еще. Намеренно или нет, мы все делаем или говорим то, что причиняет другим боль. Созависимость рождает дисбаланс в отношениях. Дар мгновенно считывает этот дисбаланс и аккуратно его выравнивает. То есть чувствительность начинается там, где кончается бесчувственность. И это искусство, которому мы должны обучаться. В ситхе жертвенности Иритизм всегда приводил к жертвенности. Так было, так есть и так будет продолжаться, пока человеческий ум не утратит над нами свою власть. Существуют разные виды жертвенности. Есть низший уровень жертвенности, где человек в ущерб себе отдает свою силу и ресурсы другим. Самопожертвование – это нездоровый вид жертвенности. Если, служа другим, мы забываем о себе, мы игнорируем важнейшую часть целого – нас самих. В этом случае мы не служим целому. Высшая жертвенность проявляется в том, что мы жертвуем низшими стремлениями ради высшей цели. Мы питаем высшие аспекты нашей природы, игнорируя любые импульсы, даже естественные, которые понижают нашу чистоту. Бывает, что мы не очень лестно говорим о других, и похоже, что это никак на нас не сказывается. По крайней мере, так кажется. Но если посмотреть на это через призму чувствительности, говоря плохо о другом человеке, мы приглашаем грубую энергию в свою ауру. То есть расплата приходит на очень тонком уровне. Путь к ситхе – это путь жертвенности. Мы должны пожертвовать всеми теневыми аспектами. Мы должны пожертвовать своими негативными проекциями на мир. На самом деле, чтобы достичь наивысшей чистоты, мы должны пожертвовать даже позитивными проекциями. Выход за пределы добра и зла предполагает полное разотождествление с драмой. То есть необходимо пожертвовать своей позицией игрока в этой большой игре. Наблюдая за игрой, мы начинаем видеть свою роль настолько ясно, что она перестает доминировать. И тогда мы становимся непревзойденными актерами и актрисами. Великой жертвой ситхи зачастую становится молчание. Она знает, что ее непрерывно понимают и готова к этому. Если мы видим с абсолютной ясностью то, что другой увидеть не может, как передать ему наше видение? Девятнадцатый генный ключ связан с инициацией. Быть инициированным означает пройти через ту или иную форму жертвоприношения. В такие моменты внутри нас происходит некое сущностное преобразование. Великие инициации, о которых говорится в двадцать втором генном ключе, происходят редко, потому что только единицы достигают такого высокого уровня сдачи. После каждого посвящения идет процесс стабилизации, который может длиться годами и даже занимать несколько воплощений. Наша осознанность развивается постепенно, и мы должны быть очень терпеливыми. Может казаться, что в жизни нет никаких перемен. Мы наблюдаем смену времен года, мы видим рождение, смерть, мы раздеваемся, ложимся спать, и через несколько часов опять встаем, и начинается новый день. Мы любим, уходим, теряем, тоскуем. Большинство готово сыграть лишь несколько эпизодов в этом великом сценарии жизни. Но есть и великие жизни, о которых большинство даже не знает. Подумайте о всех тех, кто отдал свою жизнь за великую цель. За всех нас, в конце концов. Подумайте о тех неизвестных, чья добродетель сформировала и улучшила жизнь многих. Величайшие жертвы не видны. Подумайте о своей жизни и о том, чем бы вы могли пожертвовать ради целого. Наша планета – это планета жертвенности. Все связано со всем остальным через жертвенность, через смерть и возрождение. Кольцо Геи содержит три ситхи. Девятнадцатую, шестидесятую и шестьдесят первую. Жертвенность, справедливость и святость. Жертвенность становится святостью через справедливость. Чем бы мы ни пожертвовали, если это честно и бескорыстно, жизнь вознаградит нас, поскольку так работает верховный закон справедливости. Ситхи. А значит, не всегда понимаем, почему все происходит так, а не иначе. Мы должны выяснить это сами. И жертвенность – наш величайший учитель и союзник. Многим будет трудно понять эту ситхи, поскольку по-настоящему она может быть понята только теми, кто это прожил. Только бескорыстно отдав себя целому и жертвуя всем ради геи, мы об этом узнаем. Пройдя через великий портал посвящения, мы навсегда преобразимся. То есть девятнадцатая ситхи говорит нам о нашем коллективном будущем. Наше планетарное сознание периодически проходит через великие циклы. И переход из одной эпохи в другую всегда влечет за собой большие жертвы. Однажды произойдет еще один такой переход. Но для того, чтобы перейти в новое измерение, нам придется умереть. Настанет время так называемой шестой расы. И это то время, когда ситхи, которые кажутся нам сейчас столь удивительными, будут проявлять себя повсеместно. Они станут частью нашего пробужденного сознания, о чем я неоднократно говорил в описании 55-го генного ключа. Мы приближаемся к планетарному порталу, но когда это произойдет, неизвестно. Мне не дано это знать. Но даже зная, я бы все равно не знал, не сказал. Я бы все равно не сказал. Время не имеет значения. Важно то, что мы делаем сейчас. Мы должны жить честно и открыто, постоянно бросая вызов своим собственным представлениям о мире, а будущее само о себе позаботится. Наш дом – это настоящее. Так что давайте жить здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok